Доброго времени суток, уважаемые любители спорта. Это подкаст без вратарей. Меня все еще зовут Павел Сергеевич. И сегодня у нас в гостях легенда российского баскетбола. Ребят, вы просто сейчас ахнете. Это топ. Сегодня у нас в гостях легенда российского баскетбола. Самый титулованный игрок баскетбольного клуба Нефтяник Титан. Но это вот прямо от души. Мастер спорта международного класса, победитель Евролиги ФИБО, чемпионка Европы, обладатель Суперкубка Европы, трехкратная чемпионка России, обладательца Кубка России, чемпионка Европы 2014 по баскетболу 3 на 3 и прочее, и прочее, и прочее. Мария Черепанова, прошу любить и жаловать. Черепанова, а вот скажи мне, пожалуйста, ты сейчас краснеешь от удовольствия или от стеснения? Я краснею от того, что ни в одном, как сказать, информационном носителе вообще в интернете не написано, что я однократная чемпионка Евролиги. Так. Но я на самом деле двухкратная чемпионка Евролиги. Я не знаю, почему так. Возможно, кто-то заполнял страницу моей в Википедии и указал не совсем точные данные, либо недоуказал. В общем, я со Спартаком, который Спарта-НК сейчас называется, выиграла Евролигу. По-моему, это был 2009 год. Это было Валенсии, да. Я была в составе, в команде. И с УГМК. Ну вот, в 16-м, по-моему, выиграли. Фильм классный, советский. Посторонним входом по воспрещен. Добро пожаловать. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. Ну, вы вставите там аплодисменты за кадром. Ну, значит, по большому счету, Мария, я все про тебя знаю. Ты крутая. Ты крутая? Очень. О, ты крутая. Воспитанница Ижевской школы баскетбола. Слушай, я посчитал, в твоем послуженном списке 10 клубов с нефтяником, правильно? Да. 10 клубов, все, мам, сойти. Ну и до Омска, опять-таки, на той самой пресс-салутой страничке было написано, в премьер-лиге сыграла 362 матча Божжу и набрала 2737 очков. Вот эти цифры правильные? Я не знаю, не считаю. А и не важно. Ну, ты правда крутая. Ладно. А мы тоже не лыком шиты, так что готовьтесь, Мария, мы сейчас поговорим. В детстве альтернатива баскетболу какая была, если она была? Я хотела заниматься биатлоном. Неожиданно. Почему? Да. В Ижевске очень сильно развит лыжный спорт, хорошая школа. Много спортсменов, которые в сборной и так далее. И каждый раз мы зимой с мамой ходили в лес рядом с домом и катались на лыжах. Я говорю, мам, давай я буду заниматься биатлоном. Но я была не суперперспективным ребенком в баскетболе. Ну, то есть сестра ездила на соревнования, я оставалась дома. О, как интересно. Да. И как бы мне было это неинтересно, потому что, ну, как так, я тренируюсь, а меня никуда не берут. Я говорю, мам, давай я займусь биатлоном. Она говорит, нет, Маша, это очень тяжело. А мама у меня занималась велоспортом. Да. И она мастер спорта СССР. Ну, то есть, по-нашему, это мастер спорта международного класса. Это уровень запредельный, я согласен, да. Вот. И она выигрывала и союз и так далее. И я говорю, давай я пойду велоспорт. Она говорит, нет, Маша, ты очень тяжелая. Я говорю, ну, ты же занималась. И вот. И я такая, ну, ладно, останусь в баскетболе. Вот ты такая реально крутая. Ты молодец. А что нужно делать каждый день, чтобы стать такой вот крутой, как ты? Ну, ты про зарядку мне только не рассказывай, пожалуйста. Нет, не буду про зарядку. Буду рассказывать про практику цыгун. Опа, интересно. Так. И давно? С 2015-го, наверное, я занимаюсь практиками цыгун каждый день. А как ты пришла к этому? Сама или кто-то подсказал? А, супруг занимается. То есть вместе? Да. Ну, это здорово на самом деле. Это классно. А вот у твоей мамы, может быть, у тебя, а есть такой, знаешь, альбомчик, где есть вырезки из газет, из журналов про любимую дочь? Есть такое? Нет, мне кажется, нет. Нет. Они достаточно поздно стали интересоваться вообще моей карьерой. То есть по детям они вообще не приходили на игры. Даже так? Да, мне было очень обидно. Ну, я понимаю, да, конечно. Но когда мы играли, у нас в Ужевске была высшая лига, тогда не было столько лиг, сколько сейчас есть, была только суперлига, вот это была как премьера лига, и высшая лига. Ну, получается, по-нашему суперлига. И мы играли в высшие лиги, и вот только тогда они заинтересовались, что, блин, вроде как-то что-то, какой-то уровень есть. Да-да-да, что-то получается. И пойти, да, и посмотреть, вот. Не знаю, но точно есть медали, даже, мне кажется, не факт, что есть грамоты. Вырезок 100% нет. А вот, знаешь, бывает такая стенка тщеславия, где медали, кубки, вот это все-все-все-все. Нет, нет, нет. Медали аккуратно сложены в коробочку и лежат вместе с обувью. Даже так? Забавно. Слушай, ну вот, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, я, естественно, погружался в тему и посмотрел твои интервью. Ну, благо, что их предостаточно в соцсетях. У тебя, получается, карьера разбилась как бы на две части – до и после. Угу. И я так понимаю, что после ты очень быстро, ну, практически очень быстро, восстановилась и вышла на свой, ну, практически уровень до. И я прочитал там что-то 10 дней кросса, и вроде вначале задыхалась, потом стала бегать хорошо, тебе стало. А это, это дано свыше или это только вот трудолюбие, это упорство, это поставленная цель? Мне кажется, что все равно физика у меня хороша с рождения, мне кажется. Вот. И, ну, и трудолюбие, конечно, тоже. Ну, то есть я люблю тренироваться в целом. Сам процесс тебе нравится? Да. Ну, слушай, ну, это, конечно, очень профессионально на самом деле, потому что я у девчонок иногда спрашиваю, говорю, девочки, какие вам упражнения на тренировке не нравятся? Ну, я так, с учетом того, что они скажут, да нам все, да мы… Да. И начинают, вот это я не хочу, вот это я не буду, вот это мне не нравится. Удивительно. Ну, нет, я могу сказать, что мне нравится, какое упражнение мне нравится. Мне кажется, мне не нравится разминка. Почему? Не знаю, мне кажется, это скучно. Ах, вот так. Я когда была, ну, в детстве, когда мы только приходили и начинали заниматься, то есть вот эти все азы надо стучать, что-то там бросать по много раз. Мне сразу хотелось играть. Давайте играть, давайте играть. И, то есть, ко мне подходил тренер и говорил, «Маш, ты не хочешь выполнять упражнения?» Я говорю, «Нет, не хочу». Она говорит, «Иди посиди». Ну, я такая, все, вроде как бы я сейчас посижу. И потом они начинали играть. И я такая вставала, она говорит, «Нет, тебе же не нравятся упражнения, вот и сиди». Воспитательный процесс. Видишь, как здорово. Ага. Образование – это важная вещь для спортсмена. В принципе, для любого человека. У тебя какое образование? Высшее. И у меня есть еще магистратура, степень магистра. Ну, то есть, у меня отдельно высшее, не бакалавриат, как сейчас. И степень магистра. Ну, и сразу возникает вопрос. По окончанию карьеры, как это принято сейчас, чем? В каком направлении? Не знаю, есть разные идеи. Хочу работать с детьми. То есть, это какой-то свой сад, школа. А, это не связано со спортом, ты имеешь в виду просто? Ага, так. Ну, вот такое. Потом, ну, вот то, что практиками занимаемся, мне тоже очень нравится. Мы занимаемся углубленными еще практиками. Туда пойти, в ту сферу. Либо как-то это связать. Либо все вместе связывать. То есть, тренерскую работу я тоже, ну, как бы не отставляю. То есть, она может быть. Я долго от нее отказывалась. И то есть, меня это так бесило все время, когда говорят, вот, вы спортсмены, что вам, что вам, вы только в тренер пойдете. Это глупость. Да, вот. Ну, и я такая, нет, 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 никогда в жизни не пойду работать тренером. Но сейчас я понимаю то, что нет, это может быть, что я тоже могу пойти работать тренером с детьми. И вот как-то вот это в совокупности все сложить. И то, что вот практики, которые мы делаем, потому что они действительно мне помогают и для восстановления, и для всего остального. И как бы работать с детьми, что-то давать, какие-то навыки, умения, те, которые я уже умею. Это здорово, если это сложится. Прямо это цельно так. Есть ли у тебя близкая подруга? Да. То есть, женская дружба бывает? Бывает. Да ладно? Ну, блин, интересно. Да, бывает. Ну, женская дружба точно есть, я считаю. Вот. То есть, у меня есть люди, есть подруги, с которыми мы раньше были более близки. Сейчас, конечно, мы реже общаемся, но... Мы всегда рады друг друга видеть, слышать и так далее. Ну, ладно, я поверю тебе на слово. Хорошо. А мужская дружба бывает? Черепанова. Ну, ладно. Да, бывает. У тебя прозвище в команде есть? Или было? Мало. Сейчас, сейчас меня называют маму Маша. Маме Маша. То есть, у нас была... Класс. Ти. Была. Была, да. Вот. И она называла меня маме Маша. Какая прелесть. Да, сейчас меня называют маме Маша. Ага. Вот. Раньше меня называли Черепаха. Черепаха. Ну, по фамилии, да. Тебе нравилось? Да, нормально. Не против? Нет. Окей. Но чаще всего Маша почему-то... Ну... Прижилось Маше. Слушай, а тебя в команде на ты называют? Да, да. Или на вы? На ты, конечно. Серьезно? Да. Да ладно. Никогда не поверю. Ну, бог с ним. А пиши себя в трех словах. Ну-ка. Попробуем. Давай. Ну, целеустремленная. Так. Сложно сказать. Ага. Я не говорю, чтобы быть легко. Красивая. Молодец. Умничка. Хорошо. Скажи мне, ты часто плачешь вообще, в принципе, в жизни? Ну, да. А чем это может быть вызвано? У меня песня, телевизор, хиро. Нет, нет, нет. Я не смотрю телевизор от слова совсем. И музыку я тоже не слушаю. О, как? Да. Как-то вот после рождения первого ребенка Мирослава я перестала слушать музыку. Почему? Ну, не знаю. Неинтересно. Я от нее устаю. Я могу ехать 12 часов на машине и не слушать музыку. Вот, то есть, даже до такого, да. Мне нормально. Чего себе. Познаю тебя о Черепаново. Да, что мне в последний раз вызвало какие-то эмоции, но это что-то связанное с детьми. Скорее всего, я, может быть, посмотрела какой-то ролик, где что-то было при ребенка. Вот, естественно, я поплакала. А ты хорошая мать? Очень. Как ты считаешь? Да, мне кажется, я очень хорошая мать. Супер, мама. Да. Ладно. Ну, наверное, вопрос, что для тебя чудо, это глупый вопрос. С наличием двух детей, это, наверное, глупейший вопрос. Или же есть на этот вопрос ответ у тебя? Что для меня чудо? Угу. Ну, смотря в каком контексте мы посмотрим это. То есть для меня сейчас чудо будет, если откроют границы и российским командам разрешат играть Евролигу и Еврокубок. Ну, это прям волшебство, а не чудо. Это прям, да. Да. Не знаю, какое чудо. Хорошо. Чтобы дети были счастливы, но это понятно. Ты любишь дарить подарки или любишь получать подарки? Нет, скорее всего, больше дарить люблю. Почему? Можно угадать же, можно расстроить человека. Мне кажется, я такой дотошный человек, что, ну, я замечаю какие-то такие тонкости, нюансы, то, что практически я всегда угадываю. Ну, за редкость, за редким исключением, если я не знаю, что подарить, скорее всего, я спрошу. Вот так вот. Я знаю, что у тебя есть спутник. Да. Молодой человек. А скажи, пожалуйста, вот при твоем росте у твоего мужчины рост должен быть высоким или это как бонус? Мы одинаковые. То есть должен, обязательно высокий? Ну, да. По жизни вот так происходило. А он должен разбираться в баскетболе или это тоже некий бонус приятный? Ну, он разбирается. Он не смотрит игры, но он разбирается в баскетболе. Кстати, по поводу смотреть, не смотреть. А ты сама-то смотришь матчи какие-нибудь другие? А что ты смотришь? А другие редко. Бываю. Скорее всего, я посмотрю какую-нибудь четверть одну. Какую-нибудь самую интересную, например. Ну, последний матч я смотрела, это Ника и Надежда. Я смотрела там две четверти точно. Вот, свои игры я тоже смотрю. То есть иногда, когда это прям совсем такие, ну, не скажу плохие, но какие-то игры, которые прям тяжело от них на душе, я могу посмотреть сразу после игры, чтобы еще себя немножечко помучить, вот, в довесок. Вот, а так, ну, мужской баскетбол я практически не смотрю. Иногда редко тоже смотрю Евролигу женскую, какие-то суперинтересные матчи. Ну и все, вот сейчас финал скоро, наверное, я посмотрю. Окей. Есть поступок, за который тебе стыдно? Да. Есть поступок, когда я играл в ОГМК. Ну, просто то, что вот на ум сейчас сразу пришло. Когда я играла в ОГМК, нам давали лисичек, которые мы должны были бросать зрителям. И был парень, он сидел на инвалидной коляске. Я не знаю, почему я к нему не подошла. Я бросила эту лисичку. И мне за это стыдно. Вот. Но после игры я попросила календарь нашей команды. Тогда подошла к нему, сказала, вот, держи календарь, извини. Я не хотела. Но мне как бы до сих пор стыдно за этот поступок. Спасибо, Маша. Это честно, это приятно. Да, вот так вот. Окей. Меняем тему. Когда ты в последний раз нарушала режимы, или как это выглядело? Нарушать режимы в плане, допустим, алкоголя и дискотек, то... Я не знаю, я у тебя спросил. Я за этим давно завязала. То есть я не пью. И как бы, ну, мать я двоих детей. Нет. Максимум, что я могу засидеться на кухне за ужином и все. То есть я укладываю детей. И вот это время, которое я могу посвятить себе. И иногда я просто сижу и наслаждаюсь там ужином. Вот. Окей. Все, я могу засидеться и до 12 и так далее. Книга? Сейчас в последнее время есть, а так нет. Ну вот на выездах, сейчас я... Ну если прошлый сезон я ездила вместе с ребенком, он был маленький, да, он еще был грудным, то у меня не было времени на книгу. А сейчас, да, я постараюсь читать. А что именно пытаешься зацепить? Последнее, что я читаю, это вот «Ночь нежна», не скажу автора. Это классика какая-то. Вот. До этого я читала «Атлан Распарец плечи». Очень понравилось мне. Угу. Вот. Самый надоедливый вопрос у тебя за твою карьеру от журналистов? Не знаю, но, наверное, чем ты будешь заниматься. Ну, то есть сейчас меня это меньше волнует, то, что я понимаю, то, что... Ну, как бы, сколько я еще поиграю? Сезон два? Как бы, сейчас меня это меньше волнует, у меня есть, ну, как бы, ответ на этот вопрос. А раньше постоянно, да, то, что чем вы будете заниматься, когда закончите карьеру. Так. Вот. Либо есть ли у вас спутник жизни? Ну, то есть я сегодня попал... Во все пункты. Да, во все пункты, да. Так, самый необычный вопрос, который ты запомнила из своих интервью? Нет, я не вспомню. Ну, хорошо. Ну, за последние три года, наверное, было не так много интервью, то есть были какие-то комментарии по играм, а вот такого интервью, так в спокойной атмосфере, там, чем занимаешься, какое-то такое домашнее, уютное, ну, и не было. Ну, как-то, а мы сейчас с тобой... Ну, сейчас, вот, да. Хорошо, ладно, будем считать за... Ну, хорошо, засчитаем. Что ты ценишь больше всего в людях? Честность. Скорее всего, честность. А что ты не можешь простить? Да я, на самом деле, мне кажется, я отходчивая. Я, конечно, пытаюсь там сказать то, что нет. Вот, этот человек там поступает плохо в отношении тебя уже несколько раз. То, что не общайся с ним, не разговаривай, изолируй его от себя. Но нет, я все равно всегда даю людям второй, третий и пятый шанс в надежде, что он справится. Щедрая женщина? Да. Скажи, пожалуйста, а ты иностранные языки знаешь какие-то? С натягом английский. Ну, то есть в какой-то момент я перешла в ту стадию, то, что я перестала его учить и просто начала разговаривать. Ну, люди меня стали понимать, я думаю, о, отлично. Ну, и хватит, да, действительно? Да, да. Мария, я надеюсь, что вы честно отвечали на все наши вопросы. Предельно. Абсолютно, да. Я от всей души благодарю вас за то, что вы нашли время, а у вас его не так много. Вы брались с нами сегодня на подкаст. Друзья мои, это была Мария Черепанова. Это супер игрок, это супер женщина, это супер мама. Мне самое лучшее, что называется, пожелание. Ну, и, собственно, друзья мои, это подкаст без вратарей. Меня все еще зовут Павел Сергеевич. И все, что мы здесь вот с Марией наговорили, это все было в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в пресс-центре. Там, где, да, место силы.